Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Развитие доступной среды в муниципалитете. В данном случае используется маршрутоориентированный подход. В деревне Дроздова открылся новый пансионат для пожилых людей. Два раза в неделю к постояльцам приезжает врач из клиники, с которой у нас договор. Воспитанники из Дюшор Олимп вернулись с трофеями с первенства России по Киоку Шинкай. На этом переносе России Московская область завоевала в обществе все четыре медали. В Ленинском городском округе продолжается реализация проекта губернатора Московской области войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды. В рамках программы на улицах округа создается пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья. На основе маршрутоориентированного подхода, в частности, устанавливаются тактильные поверхности и снижается уровень тротуаров. Подробнее о реализации проекта расскажет Юлия Пагасьян. Одна из задач программы губернатора Московской области войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды, которая с 2018 года успешно реализуется в Ленинском городском округе, создание дорожно-транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Понижается бордюрный камень на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта. За прошлый год оборудовано свыше 35 объектов. В году текущем их количество увеличилось вдвое. В данном случае используется маршрутоориентированный подход. То есть, мы берем маломобильного человека, ну допустим передвигающегося на инвалидном кресле, и мы его спрашиваем, по какому маршруту он передвигается и какие конкретно точки и бордюры ему нужно понизить. В этом году в проекте задействовано 25 человек с ограниченными возможностями. Четверо из них имеют стойкие нарушения зрения, остальные передвигаются на инвалидных колясках. Средства выделяются из бюджетов муниципалитета, сельских и городских поселений задействованы и в небюджетные деньги. Всего в 2018-2019 годах на реализацию программы потрачено более 7 миллионов рублей. За качеством выполнения работ следят сотрудники организации Дорсервис. Данная работа здесь обходится в 2-3 дня. Нужно сначала вырезать срезы старый асфальт, понизить борта, и на это уходит время. И потом заказывается асфальт сразу на несколько точек, приводится и делается. Осталось порядка еще 20 точек, где нужно сделать. Также в рамках программы «Доступная среда» в Ленинском городском округе устанавливаются тактильные поверхности. С помощью них слабовидящие люди понимают, что начинается проезжая часть. Представители компании-подрядчика обещают закончить все работы до выхода постановления Министерства транспорта Московской области о прекращении данного вида деятельности в связи с погодными условиями. А значит завершаться они в начале ноября. В любой работе есть форс-мажоры, но мы оперативно быстро реагируем, и заказчик наш всегда нам помогает и подсказывает. Поэтому здесь, я думаю, никаких проблем со сроком окончания не будет. Администрация Ленинского городского округа не собирается останавливаться на достигнутом. Анкетирование людей с ограниченными возможностями для составления маршрутов комфортного передвижения инвалидов теперь продолжится вне рамок проекта. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Недавно в деревне Дроздова открылся новый пансионат для пожилых людей «Теплые беседы». Наша съемочная группа побывала в гостях у пенсионеров и узнала, как и чем живут постояльцы пансионата с таким поэтичным названием. День жителей пансионата «Теплые беседы» начинается в 7 утра. Гигиенические процедуры, зарядка и завтрак, а затем обход медсестры. Она измеряет давление и раздает лекарства. Сотрудники пансионата 24 часа в сутки ухаживают и присматривают за людьми пожилого возраста. Часто в таких услугах нуждаются люди, страдающие деменцией и болезнью Альцгеймера, а также пережившие инсульт или инфаркт. У нас в штате есть аниматор, социальный психолог, управляющий пансионатом, сиделки, медсестра с медицинским образованием. Два раза в неделю к постояльцам приезжает врач из клиники, с которой у нас договор осматривает. При необходимости вызываются другие врачи. Антонина Яковлевна Лобачева в пансионате уже месяц. Говорит, здесь чувствует себя лучше, чем дома. Мне все нравится. Чистота нравится. Вся уборка нравится. Всегда чисто, внимательно, ни в чем не отказывают. Но мне здесь лучше, поскольку дома я была одна. Сегодня ей исполнилось 80 лет. Поздравить с юбилеем именинницу из Санкт-Петербурга прилетела ее дочь Наталья. Ситуации бывают разные. Например, как у меня, я живу в другом городе. Нет возможности самой ухаживать. Здесь круглосуточное наблюдение, уход. Можно быть спокойным за своих близких. Первый пансионат комплексного ухода «Теплые беседы» открылся 7 лет назад. Сейчас в сети 36 таких заведений, расположенных в разных уголках Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день в пансионате Дроздова живет 17 пенсионеров, за которыми ухаживают 10 человек персонала. Всего же заведение может принять до 40 постояльцев. Особенность «Теплых бесед» – пятиразовое питание. У нас очень хорошо кормят. Здесь балансированное питание. В этом зале кушают непосредственно те, которые ходячие. В комнатах кормят сиделки лежачих бабушек и дедушек. Питание разрабатывается диетологами каждые 3-4 месяца. У нас главный менеджер по поварам. Принимают участие сами повара, непосредственно врачи-диетологи. Особое внимание руководство пансионата уделяет досугу пенсионеров. По возможности бабушки и дедушки каждый день гуляют, занимаются легкими физическими нагрузками, лепят, играют в настольные игры, читают и поют. Кстати, навещать своих пожилых родственников можно хоть каждый день. Екатерина Порисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Фитнэй ТВ. Семейный праздник Покровские встречи второй год подряд собирает в Центральном парке Видного детей и их родителей. Наш мобильный репортер побывал на мероприятии, отобразив в своем видео самые яркие моменты. По традиции спартакиаду открыл отец Александр Шестопалов, директор воскресной школы Георгиевского храма. После совместной молитвы отец Александр напомнил ребятам, что в 2020 году исполнится 75 лет со дня Великой Победы. А мы все – наследники подвига наших предков. Этому событию и приурочили соревнования, в которых мальчишки и девчонки стреляли из пневматической винтовки, разбирали на скорость автомат, переправлялись по веревочному лабиринту, накладывали шину раненому и переносили его на носилках. Не уходи, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. После состязаний всех угостили солдатской кашей, но самыми вкусными оказались авторские тортики. Также в качестве наград победители спартакиады получили золотые, серебряные и бронзовые медали от городского комитета спорта, почетную грамоту Покровские встречи и диск «Вопросы Веры и Фомы». Здорово, Вер, не слышу бурных обу... Спортивный праздник состоялся благодаря в том числе и тем, кто оказал финансовую поддержку. Это Торгово-промышленная палата Ленинского района, МБУ «Энергия» и Воскресная школа Георгийского храма. В детской школе искусств города Видное продолжаются мастер-классы при поддержке фонда Юрия Башмета. На этот раз состоялось занятие по игре на трубе с испанским преподавателем Винцентом Кампасом. Подробнее об уроках музыки в нашем сюжете. В рамках общероссийской программы Юрий Башмет «Молодым дарованием России» в детской школе искусств города Видное состоялся очередной мастер-класс преподавателя с мировым именем. На этот раз об особенностях игры на трубе рассказывал испанский музыкант Винцент Кампас. С 1996 года он управляет Международным музыкальным фестивалем камерной музыки «Монсеррат» в Валенсии. Его школа для трубачей – одна из самых влиятельных в Европе. А ученики музыканта становятся солистами ведущих европейских симфонических оркестров. На мастер-класс к маэстро Кампасу попали лучшие воспитанники школы искусств. Андрей Сливенко, несмотря на юный возраст, уже становился лауреатом многих международных конкурсов. В моих планах в будущем продолжить музыку, поступить в консерваторию и стать музыкантом. Не то, что хороший мастер-класс. Пожалуй, лучшие… Вот мы три года здесь, в фонде Башмета, и вот самые, наверное, полезные. Во время занятия Винцент Кампас показал, как правильно дышать для лучшего звукоизвлечения и рассказал о технике игры на инструменте. Также он посоветовал ученикам каждый день выполнять некоторые упражнения, направленные на развитие лицевых мышц. Проект Юрий Башмет молодым дарованием России – прекрасная возможность со всем юным ученикам общаться с музыкантами высокого класса и перенимать их опыт. Большое спасибо за это. На базе Видновской школы искусств уже второй год проходят мастер-классы фонда Юрия Башмета по разным направлениям. Принять в них участие могут самые талантливые ребята. Приезжают из Сочи, из Москвы, Московской области представлено. У нас существует база данных по детским школам искусств, по которым мы даем рассылку, когда какой-то мастер-класс должен состояться в школе. За время проведения мастер-классов их посетили уже более двух с половиной тысяч слушателей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Москве состоялось первенство России по Киокушинкай. Два жителя города Видное – воспитанники из Дюшер Олимп Петр Листопад и Сергей Осинцев – вернулись домой с трофеями. Насколько трудным был путь воинов к успеху на уровне страны, узнал Арсений Рогозянский. Киокушинкай – спорт настоящих воинов. Здесь нельзя проявлять никаких эмоций. Двое из таких бойцов, жители города Видное, стали призерами чемпионата России. История Петра Листопада на первый взгляд выглядит простой. В Киокушинкай мальчика в семилетнем возрасте привел отец. Уже тогда, рассчитывая на перспективу, от Петра ожидали успехов. Но кто бы мог подумать, что таких весомых. Свой десятилетний юбилей в спорте боец отметил вторыми местами на чемпионате Европы и первенстве России. Однако по ходу национального турнира у юноши возникали некоторые трудности. В первый день у меня отборочные три боя было. Вот в этих боях я тоже достаточно травм набрал. И самое тяжелое было это на второй день с мыслями собраться. То есть не так физически настроиться, а психологически. Сергей Осинцев вернулся с первенства сразу с двумя трофеями. Юноша занял третье место в весе до 70 килограммов. А также был награжден специальным призом за волю к победе. Второй титул, по словам бойца, стоит для него выше, чем призовая позиция в турнире. Номинация присуждается за проявление поистине воинского характера. Спортсмен бился с травмой, которую получил в полуфинальном поединке. Что примечательно, боец выиграл ровно те же титулы в прошлом году. Приз за волю к победе второй год подряд делает Сергея, что называется, народным чемпионом. Когда дерешься в полуфинале или финале, отдаешь все во время боя. И это люди замечают и поэтому голосуют. На пути к выступлению на национальном первенстве спортсмены преодолели многих соперников, в том числе и самих себя. В этом и помог заслуженный тренер России Андрей Кузнецов. Строгий, требовательный, но справедливый. Он ежегодно готовит ребят к самым престижным соревнованиям. Откуда потом его бойцы практически всегда возвращаются с трофеями. Вот и в этот раз, благодаря выступлению видновских спортсменов, регион занял высокое место в общем медальном зачете. На этом первенстве России Московская область завоевала в обществе все четыре медали. Две из них воспитанников именно города Виднова. То есть 50% медалей Московской области заняли наши спортсмены. Это очень приятно. И в итоге мы заняли третье общекомандное место в общекомандном зачете. Определить проигравшего в бою по правилам Киоку Шинкай можно, посмотрев в лицо спортсмену. Если один из участников поединка демонстрирует болевые ощущения, то его оппонента по судейскому решению признают победителем. Однако наши ребята на минувшем первенстве России так просто не сдавались. У каждого из них есть своя спортивная мечта. Петр жаждет выиграть чемпионат мира, Сергей – первенство Европы. Но для этого придется еще основательнее работать на тренировках. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.